морда котика у нас будет находиться под наклоном поэтому мы рисуем ось наклона это наша центральная ось будет горизонтальную ось рисуем здесь на нам понадобится и именно с нее начинаем рисовать значит рисуем в центральной точке нос нашего кота ставим прямую а здесь наоборот ставим такую круглую галочку закругляем получается такой вот носик больше похоже на гриб налить лисичку напоминает от носика от носика мы закругляем линию у нас будет вот эта линия длиннее чем вот с этой стороны здесь будет линия короче и вниз будет вот так спускаться но это мой попозже уже сделаем нарисуем глазик значит от носика отступаем немножко вот одну точку делаем далее вторую точку вот где глазик заканчивается и соединяем серединку находим нашего вот носик серединку точку и здесь серединка точка и делаем такого зажмурившегося котик зажмурился ставим линию проводим от высоты вот этого первого глаза второй глаз у нас будет выше и шире значит начало глаза будет чуть чуть повыше краешка носа и дальше располагаться одно с чем вот это но примерно расстояние вот и делаем больше расстояния и выше не забывайте у нас получается более такой наживите чуть чуть подальше более изгиб если здесь такой даже вот можно чуть поострее сделать то здесь изгиб побольше и делаем такой же жмурку тут только вот тут мы утолщение добавим нарисуем теперь давайте саму голову делаем изгиб отступаем небольшое расстояние от к от глаза получается вот над вот этой вот линии изгибчик ставим точку точку вот здесь вот верхняя часть глаза нашего и проводим линию к нашему изгибу теперь ставим точку на маленьком расстоянии от нашего второго глаза и также высота вот этого у нас а головы от этого контура головы здесь будет выше если тот чтобы вам было понятнее вот так проводите линию то он будет проходить где-то вот здесь и на заужение будет уходить сюда давайте дорисуем эти щеки у нас будет пушистая и вот это вот все наши беленькая у кота делаем вот такой треугольничек и здесь рисуем шерсть шерсть чем делаем его неровным потому что грудка не может быть ровной коты у нас все шустины и чуть от вот этих счетчик отрисовываем будет у нас черным цветом сама шея так как у нас будет это располагаться на на ксении на листе то вот это шея не будет длинная и вырисовывать смысла нам ее нет давайте нарисуем ему ротик прямая у нас уже вот она есть в эту сторону улыбочку делаем а в другую сторону улыбочку уже покороче делаем сделали ему улыбочку тенюшка такая будет улыбку сделали остались нам уши смотрите что по ушам уши сначала намечаем их расположение например в это вот в эту сторону будет у нас аналогично это ухо также намечайте себе прямые чтобы у вас о уши не были в разные стороны расположены например давайте с этого начнем где-то от серединки глаза чуть-чуть вот в эту сторону ставим точку здесь ухо начинается а вот здесь у нас ухо будет заканчиваться здесь но у нас направляющая значит вот здесь у нас будет закругленный кончик ушки у нас будет неровненькие ну и по классике жанра классические ушки такие и здесь будет много много таких волосков у нас второе ухо намечаем начало допустим начала я хочу вот здесь на вот этой выпуклости а конец у меня будет вот здесь тут значит у меня будет кончик смотрим примерно расстояние еще также важно здесь она побольше тут мне получилось меньше вот тогда я немножко вот сюда уйду чтобы у меня уши не было одно ухо широкая локатор такое другое ухо узкая добавим изгибчик а также когда у вас намечены точки так проще рисовать здесь утолщение отсюда советую всегда все отрабатывать сначала на бумаге только потом приступайте к рисованию на ногтях только на бумаге вы поймете все нюансы потому что она ногтях это будет проблематичнее все понять и дольше времени займет не поленитесь некоторое время порисуйте на бумаге получается не со второго не с третьего возможно с четвертого с пятого раза тут нужно терпение